Здравствуйте, с вами Микоил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вы знаете о той важности, которую играет экологическая составляющая в транспортных струнных прорывных технологиях. Но мы не пытаемся изобретать велосипед там, где это уже создано. Мы пытаемся держать носковиток, если можно так выразиться, и быть в курсе всего того, что происходит в мире. В этой связи недавно в Москве побывала наша сотрудница, архитектор управления проектных работ Надежда Вера Ховец, и семинар, который она посетила, назывался «Проектирование, монтаж и обслуживание эксплуатируемых крыш и кровельного озеленения», если не ошибаюсь. Правильно? Спасибо. Давайте поговорим с Надеждой о том, где и как нам может пригодиться полученная ей информация. Итак, здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Расскажите, а есть ли здесь какие-то более осязаемые факторы, чем чисто такие филантропические аспекты? Например, допустим, если оценить стоимость эксплуатации здания с зеленой крышей и с обычной, что будет выгоднее? Ведь, кажется, содержать армию садовников, которые будут поливать эту крышу, должно быть накладно. Может быть, участники нашего проекта здесь не получат никакой выгоды? Ну, на самом деле, определенные средства закладываются на обслуживание кровли. Но есть очень важный момент, что эксплуатируемая зеленая кровля, она повышает долговечность кровли самой. Потому что, например, если брать климат Республики Беларусь, то здесь в течение года появляются существенные скачки погодные. То есть зимой за минус уходит температура, летом плюс. И именно поэтому из-за таких перепадов обычная кровля без озеленения, она подвергается постоянному изменению. И поэтому она недолговечна. Что происходит с зеленой кровлей? Само озеленение, то есть и растение, и пирог кровли, который укладывается на гидроизоляцию, он защищает гидроизоляцию от этих перепадов температуры. То есть, следовательно, колебаний температуры меньше, и кровля сама по себе более долговечна. Спасибо большое. А если с цифрами подойти к этому, я знаю, что стоимость эксплуатации зданий складывается с каких-то там составляющих. Стоимость строительства, скажем так, зарплата персонала, который обслуживает и так далее. По-моему, 70 с лишним процентов уходит на зарплату. Как здесь отражается? Да, вот это вот интересные пропорции. Если оценивать именно жизненный цикл здания и затраты на него, то получается, что на само строительство уходит только где-то порядком 8-9 процентов затрат все. Дальше уже на эксплуатацию уходит где-то 16-17 процентов. А все остальные за 70 процентов, они уходят именно на обслуживание персонала, на зарплаты и повышение работоспособности персонала в этом здании. То есть, следовательно, если мы при проектировании будем учитывать такие факторы, как освещенность дневным светом, рабочие места людей, даже в супермаркетах продажи увеличиваются, если освещенность больше. Это установленный факт. То благодаря этому, при учете этих факторов при проектировании, мы можем снизить затраты уже в дальнейшем при эксплуатации самого здания. То есть, кроме того, что это будет экологичнее, красивее, приятнее всем, здоровее и чище, это будет еще и дешевле? Да, конечно. То есть, учет экологических вопросов, он в то же время делает эксплуатацию здания дешевле. Как приятно делать полезные вещи, которые еще и выгодны в экономическом плане. Ну а теперь, возвращаясь к семинару, Надежда, скажите, кто был организатором его и какова цель проведения? Организатором был Московский союз архитекторов. Сам семинар проходил в Центральном доме архитектора в Москве. Если говорить о цели, то, собственно, возрастает интерес население к тому, что необходимо интегрировать города, природу, а не просто уплотнять застройку. Поэтому все больше людей стремятся к тому, чтобы привнести природу даже в небольшие иголки своих собственных зданий. И сейчас это начинает развиваться не только как собственный сад на балконе, а и с озеленением кровель, озеленение террас. Вообще, насколько это распространено в практике строительства? Я так понимаю, что это достаточно попадаемо становится направлением, но уже на данный момент. Да. Насколько оно заметно? Если рассматривать мировой опыт и такие страны, например, как Германия, Италия, то у них уже достаточно давно эти тенденции развиваются, растут, ими интересуются люди. Ну да, мы недавно делали репортаж про вертикальный сад, Bosco Verticale, который был признан лучшим небоскребом мира в 2015 году в Милане, который распространен. Вот у них эта тема более распространена. Что касается стран СНГ, то у нас необъятный еще простор для действий, и все это только начинает зарождаться, развиваться, подстраиваться под наш климат, изучаться все условия, которые необходимо учесть при создании эксплуатируемых зеленых кровель. Какие особенности в требованиях к подобным строительным объектам не могли бы Вы вкратце поведать? Ну, в первую очередь важно учитывать нагрузки, которые появляются на здания, которые проектируются с эксплуатированной зеленой кровлей. Потому что здесь нужно учитывать и то, что появляется определенный пирог для озеленения кровли, появляются сами растения, также кровля эксплуатируемая, значит, там будет находиться человек, то есть нагрузки от нахождения там человека, оборудование, транспорта во многих случаях. То есть необходимо это учитывать при проектировании, либо если озеленение проводится уже на существующем здании, то обязательно обследовать это здание на возможность, на ресурсы вот этих вот нагрузок. Также важно учитывать защиту от ветра, потому что озеленение, оно все-таки, если это будет уже высокорослые растения, то ветровые нагрузки на крышах всегда выше, чем на земле. Поэтому тоже нужно защиту от ветра учитывать. Также все вопросы дренажа, защиты гидроизоляции от корней растений, это все тоже необходимо учитывать. Вот вы заговорили о корнях растений, высокорослых, низкорослых, а вообще хотелось бы поинтересоваться, какие в принципе бывают типы озеленения крови? Или он только один, вот только такой? Или есть какие-то цели, разные озеленения? Здесь, допустим, для того, чтобы крыша не текла, а здесь, допустим, чтобы больше урожая фруктов было? Я не знаю. Ну, конечно, в первую очередь это от желания заказчика, от желания человека, который хочет что-то создать на своей кровле. Оно, в первую очередь, кровли делится на интенсивное, полуинтенсивное и экстенсивное озеленение. То есть когда, и вот даже сами названия вот этих вот типов озеленения, они уже говорят о том, какой уход будет необходим этой кровле. То есть если это экстенсивная кровля, значит там ухода практически не требуется. Там используются низкорослые растения, почвопокровные, различные разнотравья, за которыми практически не нужен уход, и им достаточно даже дождевой воды. Интенсивные кровли – это уже своеобразные сады на крышах. То есть там уже кустарники, деревья, там же необходим уход как за собственным садом. И даже больше, потому что все-таки это не в природе где-то, это все-таки уже на кровле, там необходимо участие человека для того, чтобы это все росло, развивалось. Ну, а полуинтенсивное – это что-то среднее между экстенсивными и неинтенсивными, там низкорослые растения, кустарники. То есть совсем неинтенсивные – это, наверное, верблюжья колючка. Ну, не совсем. Это различные разнотравья, простые растения, простые в уходе. Спасибо большое. А в чем вообще смысл? Так, чуть-чуть более глобальный, если посмотреть на проблему. Смысл поисков интеграции с природой. Я ведь слышал, что у экологии и архитектуры цели прямо противоположные. Да, это очень тоже интересный момент, потому что если задуматься, то экология, она защищает природу от человека. Все экологические направления… А архитектура наоборот, человека от природы. Да, человека от природы. Хотя очень странно смотреть на это с такой точки зрения, когда человек-то и есть часть природы. Правильно? Ему необходим свежий воздух, чистый воздух, ему необходимы натуральные продукты питания, солнце, свет. И прячась в городах, за окнами, стенами, человек лишает себя жизненно необходимых элементов для того, чтобы чувствовать себя гармонично. Поэтому к этому все больше и больше человек начинает приходить. Чем больше он себя затыщал в эти условия, тем больше он понимает нехватку природы. И здесь важно замечать, что в дальнейшем, на мой взгляд, тенденция в архитектуре будет развиваться именно в ту сторону, когда не авангардность и что-то необычность будет в тренде, а как раз таки вот этика человека к природе. Вы заговорили об элементах, а каковы вообще элементы экоустойчивости? Не могли бы Вы в Франции поведать нам? Ну, если говорить о экоустойчивости, то тут важно еще заметить, что из себя вообще представляет экоустойчивость. И что же? Это важность передачи того, что мы имеем сейчас, вот в природном плане, тех возможностей, которые мы имеем сейчас, чтобы наши потомки, следующие поколения, могли использовать также эти возможности, возможно, и шире, и с большей эффективностью. Компоненты экоустойчивости, тут есть тоже интересный момент, зачастую здания, вот если говорить про экологию, здания воспринимают как часть проблемы. То есть здание, наоборот, уменьшает экологичность. Важно, что здание не уменьшает экологичность, это не проблема, это скорее часть решения. И здесь уже можно рассматривать такие компоненты экоустойчивости, как энергоэффективность. Если мы начнем использовать энергоэффективные моменты использования энергии, способы использования энергии, если мы будем использовать возобновляемые материалы, использовать дождевую воду, солнечную энергию, ветровую энергию, это будет как раз-таки тот подход, который необходим для сохранения и передачи потомкам гармоничного мира. Спасибо за Ваш такой развернутый ответ. Мы уже немножко касались типов озеленения крыш. Хотелось бы поподробнее узнать, а вот конкретно, какие растения пригодны для использования в этом процессе? Я там пошутил про верблюжью колючку и так далее, а на самом деле что? Ну, тут нет конкретного списка, что можно выращивать, что нельзя. Тут уже касается конкретно климатическая зона, в которой мы планируем озеленять кровлю. Важно посмотреть, какие растения могут выращиваться в этой климатической зоне, какие могут выдерживать морозы, которые зимой. Тут скорее можно заметить, какие растения не стоят выращивать на кровлях. Это деревья, которые вырастают больше 10-15 метров. Это деревья, которые не ветроустойчивые. Это древесные растения, которые интенсивно распространяют корневые побеги и семена. Их тоже не советуют использовать на кровлях. То есть баобаб на белорусской крыше никак не вырастет? Ну, это будет достаточно сложно. А вообще, скажите, в Москве на этом семинаре много ли вы узнали полезного? Или для нашей абсолютно новаторской системы озеленения крыш, особенно в плане развития концепции линейных городов, мало что подходит и большую часть приходится разрабатывать самим? Я считаю, что любой опыт, который мы можем изучить, синтезировать, детально проработать, он нам необходим, и чтобы идти в ногу со временем, необходимо изучать то, что происходит в мире. Так что в любом случае это было полезно и близко нашей концепции, потому что все, например, объекты экотехнопарка, которым мы сейчас занимаемся, они проектируются с зеленой эксплуатируемой кровлей. Также объекты, по которым мы работаем по озеленению этих объектов в программе развития ООН, по реализации местной инициативы озеленения крыш зданий в рамках содействия с проектом «Содействие перехода Республики Беларусь к зеленой экономике», также с зеленой кровлей. То есть это и есть суть проекта. Спасибо. А как ухаживать за зеленой крышей, интересно, чисто с бытовой точки зрения, поливать, постригать, я не знаю, подметать, что там? Ну, опять же, это зависит от типа озеленения кровли. То есть если это экстенсивный вид кровли, то там практически не нужен уход. Возможно, в засушливые периоды нужно будет полить. Если это интенсивный тип кровли, то уже необходим активный уход, полив постоянно. Возможно, организация капельного полива, дождевания. Амелиорация потом не потребуется? Нет. А сушение? Нет, думаю, что не потребуется. Скажите, а вообще есть ли зависимость из зеленения кровли от климатических условий и какова специфика работы именно вот в Республике Беларусь? Ну, конечно, есть зависимость. То есть растения, они приспособлены к определенному климату. То есть не зря у нас, например, в Беларуси одни виды растений, где-то в Африке, Америке и так далее другие виды растений. То есть в первую очередь на них влияет климат. Что касается Беларуси, то опять же здесь, благодаря перепаду температур зимы и лета, выживают определенные виды. То есть сразу же мы учитываем те растения, которые живут именно в этих условиях. Что касается, например, самих кровель, то как раз-таки в нашем климате использование зеленых кровель, оно целесообразно, потому что, опять же, сохраняется сам пирог благодаря пирогу кровли, благодаря субстрату, который мы используем. То есть перепад температур меньше, следовательно, кровля более долговечная. Спасибо большое. Ну, с московским семинаром более-менее, мне кажется, разобрались. А интересно, в Беларуси есть ли какие-нибудь интересные разработки, новости, что-нибудь, что мы можем использовать в том же пироге или еще в чем-то, я не знаю. Я слышал, что вы недавно, после уже московского семинара, побывали на какой-то учебе и в Беларуси. Да, да, я была здесь на семинаре тоже компании, которая производит гидроизоляционные, теплоизоляционные кровельные материалы. Интересно было сравнить, опять же, есть разница в опыте европейском, опыте мировом и в том, к чему склоняются у нас здесь. Интересно было сравнить типы самих кровель. Например, есть различия традиционной кровли и инверсионной кровли. Инверсионная кровля – это когда слой утеплителя, он лежит выше слоя гидроизоляции. Опять же, использование вот этих разных типов, оно дает свои плюсы и минусы, и там, и там. И интересно было сравнить и сделать для себя выводы для наших объектов, для наших разработок, тоже перенести определенный опыт на наши также разработки. Спасибо большое, Надежда. Я не сомневаюсь, что с такими специалистами, как вы, наш проект просто обречен на успех. Всем остальным я все-таки советую подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.systems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда с крышей у вас все будет в порядке, и в жизни появится больше сведений. Строи Skyway спасай планету.